Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с остатками пенопласта. У меня остались вот такие вот обломки, с ними сегодня и поработаем. Так что вам всем приятного просмотра! Поехали! Делаем однородную массу, чтобы была однородная. Тут еще видно, что растворитель есть, еще можно добавлять. Я думаю, как раз идет вся эта куча. У нас с вами получилась вот такая вот однородная субстанция. Прям как пластик. Получился отличнейший клей, но его можно использовать по нескольким назначениям. Сейчас мы просто ради эксперимента попробуем с вами склеить две полоски МДФа. Два куска фанеры. МДФ прям возьмем вот так вот. И оставлю это сохнуть. Ну и так же наносим на саму фанерку. Даже, может, наверное, густоватый сделал. Ну и вот так вот склеим между собой две фанеры. Бывают случаи, когда мимо брешетки попали, осталась дырка. И саморезом держаться не будет. И будет отверстие, будет течь на кровле. Что для этого нам нужно? Берем от самореза прокладочку вот такую, прорезиненную. И берем заклепку. Вот так это все вставляем. Все, как видим, у нас дырочка зажалась. Течь здесь не будет. Это хорошо, это решается легко. А если какая-нибудь такая, вот кто-то чем-то промазал, ударил, есть отверстие. Как его заклеить, чтобы было без протечек? Как раз-таки для этого нам и пригодится наш сегодняшний раствор. Одеваем перчатки. Это место немножко зачищаем. И обязательно обезжириваем. Берем наш раствор, кисточку. Ну, у меня такая большая. При помощи кисти хорошенечко наносим. Первый слой. Берем самый обыкновенный бинт. Бинт у нас будет просто в качестве армировки. Можно сделать несколько слоев. Можно оставить один слой. Сейчас-то оставим высыхать. И посмотрим через 24 часа. Попробовал еще сделать один раствор. Но сделал только уже ацетон. И немножко погуще. Также разбавился ацетоном. И теперь попробуем просто так же отверстие наше заклеим. И оставим так же сохнуть. И завтра уже посмотрим. Друзья, прошло, наверное, чуть меньше 12 часов. Не стал я держать 24 часа. Давайте попробуем, как же вот теперь наш клей склеился. А, ну смотрите, клей действительно хорошо. Бумажа. Что же касается фанеры. Но фанеру вообще нифига не разорвешь. Так же попробовал нанести просто на кусочек фанеры сам состав. Покрылся такой вот пленкой. Которая не боится ни влаги, ничего. То есть он даже вот так вот можно пшикнуть чем-нибудь. Будет все скатываться. И устойчивый такой. Касаемо наше металло. Тоже все застыло. Тоже застыло все. Мне вот этот вариант больше понравился. Его можно сделать аккуратнее. Конечно, это лягкость-то слишком. Можно взять краску. И вот так вот оставить. То есть, ну практически. Ну можно, конечно, и подзачистить. Это я только, то есть, как вариант. Как видите, никакой протечки нет. Турки были большущие. Но протечек нет и не будет. То есть, средство прям эффективное. Друзья, так что средство получается эффективное. Всегда можно приготовить, изготовить. Также можно склеивать, наносить на деревянные поверхности, на бетонные поверхности, на пол. Ну и на что фантазия годится. Друзья, надеюсь, ролик был полезен. Кому-нибудь может пригодиться. Кому-нибудь понравился и понравился, обязательно по лайку. Если не понравился, тоже по лайку. Пишите комментарии, кто использует данный способ, данный метод. Вам огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Вам я желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Ну и всего-всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.